Ребята, привет! Помните, я обещала рассказать, как устроена работа этого трейлера, домика на колесах. Ну и так как мы сейчас наконец сюда переехали и все подключили, то я могу сейчас вам уже все это показать и рассказать в деталях, как все работает. Ну что, вот эта дверь входная, значит здесь мы заходим, а здесь, это просто отделение для хранения, здесь мы просто храним инструменты, все, что нам сейчас нужно. Ну, это не о том, как работать трейлер, а вот здесь находится один газовый баллон и на другой стороне трейлера находится второй газовый баллон. И здесь есть переключатель, который мы можем менять. Если один заканчивается, мы переключаемся на второй. Чтобы заполнить этот баллон, нужно его отцепить отсюда, погрузить в багажник и отвезти на специальную станцию, где его заполнят газом. Ну что, пойдемте дальше. А вот и второй газовый баллон, на другой стороне трейлера. Значит, здесь основная розетка, куда мы подключаем все электричество, вот этот большой кабель, который тянется внутрь трейлера, и по нему мы получаем электричество для всех наших электроприборов. Это не простая розетка, это розетка 30 ампер, в отличие от обычной домашней розетки, которая 15 ампер. Даже видно, что розетка, которая от трейлера, не обычная американская розетка, а такая большая, с тремя зубами. Вот это наш колодец, который уже был на нашем участке, когда мы его купили. В принципе, как и электричество. Колодец идет... How deep is this? 200 feet. Колодец примерно 80 метров глубины, и он производит... What's the... How much does it... What is this? It's about half a gallon per minute. Two liters a minute right now. But it'll be up to maybe like five liters. A minute. No, ten liters later. И так, он 80 метров глубиной, и он производит примерно 2 литра воды в минуту. Вот сейчас, потому что сейчас зима, весна, но как только начнут таять ледники в горах, воды будет больше, примерно мы ожидаем 10 литров в минуту. К колодцу подсоединена труба, система, значит, шланг, который мы можем открыть. Для этого нужно обязательно электричество, которое питает насос, который выкачивает воду из колодца. И так, чтобы подключить воду к нашему трейлеру, у нас есть два варианта. Сейчас я вам о них расскажу. Значит, это два входа для воды. Вот два варианта, о которых я говорила. Значит, первый вариант – это вот эта крышка. Сюда эта крышка ведет в специальный контейнер, примерно 800 литров его объем, примерно, который можно один раз заплогнить и отключить шланг, и после этого пользоваться какое-то время, на какое время хватит этой воды. То есть, и воду из этого контейнера можно пить, можно ей мыть посуду, сливать туалет. Вот, все как в обычном, как обычная вода. Ну и второй вариант – это когда у нас есть постоянный источник воды, нам не нужно заполнять контейнер постоянно, через несколько дней. Для этого подключается просто шланг напрямую к трейлеру. Здесь подсоединяется специальный адаптер, который уменьшает напор воды. В настоящий момент мы пользуемся вот этим контейнером большим, потому что наш колодец еще не производит достаточно воды, чтобы мы подключили к постоянному... к постоянному... Если, например, мы принимаем душ, то наш колодец, который производит всего 2 литра в минуту для душа, например, этого будет недостаточно, да? Поэтому нам нужно сначала наполнить контейнер, и уже оттуда мы можем мыться. Ну, давайте теперь поговорим о канализации. Ну, теперь поговорим о канализации. В трейлере есть два, опять-таки, контейнера. Один, куда сливается так называемая серая вода. Это вода, которую мы используем для мытья посуды, в мойке. Когда мы моемся в душе, это серая вода, grey water. Или и второй контейнер, куда сливаются все наши отходы из туалета. Это так называемая черная вода, black water. Все это хранится в контейнере, внутри трейлера внизу. То есть, в принципе, мы также можем автономно жить какое-то время, не подключая никакой слив в канализацию. Конечно, надолго этого не хватает при постоянной жизни. Особенно, когда людей много в трейлере, все ходят в туалет, душ им пользуются. Поэтому через какое-то время нам абсолютно уже пришлось подключить нашу канализацию. Итак, вот здесь этот слив, вот эта большая труба, вот эта толстая труба ведет из туалета. И вон та тонкая труба потоньше ведет из контейнера с душем и из мойки. И вместе они сюда сливаются. Муж подключил, значит, вот этот вот слив, который ведет этот вот шланг в большую белую трубу вон там, которая, опять-таки, уже была у нас на участке, когда мы его купили. Это уже канализация, которая... Эта труба, это канализационная труба, которая ведет уже, соответственно, соединяется с другой трубой под землей, и которая ведет в большой, большой, опять-таки, контейнер, который зарыт под землей у нас внизу там на участке. Значит, канализация уже была проведена у нас на участке, что уже большой плюс, потому что это самые дорогие вещи. Это канализация, колодец и электричество. Все это у нас уже было. Значит, наша канализация подключена здесь. Сделано это специально вот здесь на холме, чтобы был определенный угол, под которым вся эта вода сливается вниз. Соответственно, вверх она идти не может, поэтому все идет только здесь. Окей, и здесь, в этом компартменте, находятся два клапана. Black thing and greeting. Значит, это вот душ и раковина, а это туалет. Чтобы все это слить в канализацию, нужно просто потянуть, тогда откроется клапан, и все утечет. Поль-поль-поль-поль-поль-поль-поль. Can you hear? Слышно? Поль-поль-поль-поль-поль. Okay. Just how I pull it in the nuts. И у нас есть еще здесь маленький сюрприз. Душ. Кто будет мыться? Ты будешь мыться? Давай. Вставай. Вставай. No. No. Дождик. Горячая и холодная вода. Так что можно даже помыться на улице. Давай пусть он уже течет. А теперь я хочу просто показать внутри, что у нас есть раковина, которой вот спокойно можно пользоваться, да, с хорошим напором воды, холодная, горячая. Поехали. Продолжение следует...